Всем привет! Меня зовут Юля и сегодня мы будем с вами разговаривать на одной из самых красивых тем о парфюмерии. Те, кто смотрит меня давно, те знают, что я довольно сильно увлечена парфюмерным миром. Но, к сожалению, не могу сказать, что я прям-таки парфюмерный куру. Нет, мне, к сожалению, довольно далеко до этого. У меня довольно обширная и разнообразная коллекция ароматов. Но, к сожалению, все-таки есть некоторые определенные рамки, которые ограничивают меня в частые носки самых любимых, довольно ярких ароматов. Я работаю в офисе и, на мой взгляд, наверное, не очень правильно носить яркие ароматы, которые могут потревожить и даже шокировать нетренированный парфюмерный нос. Именно поэтому сегодня я покажу вам ту часть своей коллекции, которая ставит для меня компромиссом в этом вопросе. Открытием ушедшего года и открытием парфюмерной вселенной, я бы даже сказала, стал для меня маэстро Серж Лютан. Все началось с аромата под названием «Шелковый чулок». Все названия на французском обязательно будут внизу в инфобоксе со ссылочками на фрагрантику. Там же вы можете прочитать основные ноты. Я не хочу на это тратить ваше время. Для меня этот аромат стал пропуском в мир большой вселенной парфюмерии, потому что раньше я интересовалась довольно простыми ароматами, которые сейчас мне нравятся. Мне нравились такие простенькие цветочки. Я до сих пор люблю жасмин, розочку. А еще я обращалась во внимание тогда на гурманику, шоколадки, ванильки, ну и прочие такие сладости. Они тоже, конечно, вызывали большой отголосок в моем сердце. Но с этим ароматом началась совершенно другая жизнь, потому что ни о каких явных цветочках, ни о какой явной ванильке здесь речи не идет. Ну, по крайней мере, для моего носа. Здесь я слышу более серьезную себя. Для меня этот аромат довольно серьезный, имеет несколько холодный оттенок, холодный отзвук даже, наверное, так будет корректнее выразиться. Он не относится к тем ароматам, которые шлифят и шокируют окружающих. По-моему, окружающие его вообще не слышат, но зато вы слышите его. Я как раз-таки отношусь к тем пользователям парфюмерии, которые не хотят произвести какой-то огромный фурор на окружающих. Я как раз-таки предпочитаю те ароматы, которые слышу только я. Ну, и плюс наношу я их все-таки в микродозах. В первый час носки я слышу зелень в сочетании с фиалкой и в сочетании с небольшим количеством пудры. Я так и слышу, как сочный зеленый стебль надламывают, и вот этот аромат распространяется. Про небольшое количество пудры вот здесь интереснее всего, потому что это единственный, единственный аромат моей коллекции, который запудривается с течением времени. У меня все ароматы, если в них есть какая-то пудровая составляющая, которая улавливает мой нос, они с течением времени распудриваются. Этот же наоборот запудривается. Пудры становятся все больше, больше, больше. И я слышу ее очень нежной, летящей, обволакивающей, но не такой толстой, противной пеленой, а едва-едва таким легким облачком. Никакой навязчивости. Очень красивый аромат, очень элегантный. Немножко он, конечно, добавляет мне возраст. Мне хочется распрямить спину, расправить плечи, поднять подбородок чуть-чуть повыше и даже немножко смотреть сверху вниз на собеседника. То есть во мне просыпается прямо такая дамочка-стервочка. Не знаю, очень интересный эффект производит на меня этот парфюм. Если первоначально я могу выделить какие-то ноты отдельные, которые мне слышны, которые мы нас улавливаем, то чем больше проходит времени, тем более аромат становится целостным, гладким, округлым. И он, конечно, задает такой очень холодный и отстраненный тон для меня. Но я вообще не траверка, мне свойственно такое состояние. Я думаю, вы понимаете, почему именно этот аромат стал для меня одним из лучших офисных вариантов. Второй любимчик у месье Сержа – это мускусный свет. Насколько я люблю этот аромат, это, конечно, словами не описать, потому что он для меня волшебный, он для меня неповторимый, и такого я еще не видела. Хотя я нашла что-то очень близкое, не менее прекрасное, но все же несколько не то. Забавно, что на фрагрантике русскоязычной отзывы делятся либо исключительно за, либо исключительно против, такие диаметрально противоположные. Безумно интересно почитать это было на самом деле. И я понимаю, почему. Аромат построен на мускусе, а это такая довольно скандальная, наверное, даже нота. Так вот, на ком-то он раскрывается кошачьими метками, но на мне он раскрылся просто невозможно нежно. Даже не представляете, насколько нежно. В одном из влогов я уже показывала его и рассказывала, что я ощущаю в нем затылочек младенца. Вот вы знаете, как они пахнут так по-молочному, очень нежно, чуть-чуть пудрочки в этом. Это невероятно, это просто прекрасно. Опять же, он не шлейфовый. Ваш собеседник, который стоит на расстоянии вытянутой руки от вас, он его не чувствует. Он как раз-таки для очень каких интимных моментов. Однажды молодой человек подошел ко мне, уткнулся мне в макушку, потом отошел и говорит, боже, как от тебя приятно пахнет. И вот это он, это заслуга мускусного света. Я чувствую себя в нем не принцесской, я чувствую себя в нем каким-то эфемерным, прекрасным созданием, которому в 20-е годы поэты посвящали поэмы, ради которых совершались подвиги в рыцарские времена. Я чувствую себя неземным прекрасным существом в нем. И опять же, это тот самый аромат, который очень целостный, очень красивый. И мне кажется, выделять что-то, вычленять что-то из него, это просто кощунство по отношению к нему. Это настолько прекрасный, мягчайший, нежнейший, очень обволакивающий и атмосферный аромат, который покорил меня. Он прекрасно носится мною и летом, и осенью, и сейчас зимой. Это мускусная принцесса от Ажмал. Они очень похожи с мускусным светом, но здесь больше сладости. Ею можно переборщить, если вы нанесете слишком много, и тогда, конечно, умри все живое вокруг. В ней больше шлейфа, и поэтому я люблю ее чуть-чуть меньше. Мне нравится, когда аромат более деликатный, ну, аромат такой направленности. Мне нравится, когда аромат такой мягчайший, знаете, вот такая тонкая кашемировая кофточка. Вот он все-таки чуть-чуть поагрессивнее, насколько можно вообще применить это слово к подобному виду ароматам. Он безумно красивый. В нем определенно больше сладости, и я думаю, для некоторых это станет плюсом, но ровно так же для остальных это станет и минусом. Так что, если вам нужен какой-то такой аромат, присмотритесь вот к этим двум товарищам. Если вам нужно чуть больше сладости, то это Ажмал с его мускусной принцессой. Если вам нужно больше мягкости и деликатности, то это, конечно, Маэстро Серж. Я думаю, что все остальные парфюмы у меня тоже хранятся в упаковках, но отчего-то именно это захотелось продемонстрировать. Мне просто безумно нравятся вот такие нестандартные упаковки у парфюмерии. Это туалетная водичка Акванобили Джессамину, то есть Жасмин. Она легчайшая, именно ею я и пользовалась практически все лето. Она наносится, знаете, с таким легким душиком. Я уже упоминала о своей любви к Розе и Жасмину. Так вот здесь Жасмин в прекраснейшем, чудесном его исполнении. Я очень люблю такой молодой, зеленый, даже, наверное, несколько девчачий, что ли, Жасмин. Он очень позитивный, он искрится, он играет. И он всегда добавляет мне еще больше радости, еще больше позитива в мой день приносит. И почему я носила его летом? Потому что он очень прохладный. Он заметно освежает даже в самую невыносимую жару. Едва-едва начавшие распускаться цветы Жасмина, я слышу вот эту вот зелень и прохладу зеленого листочка Жасмина. Я так и вижу день, который только-только начинает просыпаться. Когда еще солнце не набрало свою силу, когда еще лучи не начали жарить землю, прохлада, роса, Жасмин невообразимо красива. Конечно, разговаривая со своими парфюмерными подружками, я говорю, что я сегодня Жасминовый пуст. Но нет, это исключительно, знаете, такой сарказм и юмор. Жасминовым пустом себя в нем не ощущаешь. Ощущаешь себя каким-то таким воздушным, позитивным, таким цветочком. Аромат, который посвящается очень жизнерадостным девушкам, которые везде стараются искать позитив, которые летом живут с открытыми глазами, которых хватают каждый день, каждый миг, у которых каждый день это новые возможности. Это желание схватиться за что-то новое, схватить птицу удачи за хвост и полететь куда-то вообще в невообразимые края. У меня аж мурашки по телу, насколько он красивый. Ну, лично для меня это, конечно, моноаромат Жасмина с какой-то такой небольшой примесью зелени. Но я его люблю за то настроение, которое он мне создает. Я не могу сказать, что он какой-то невероятно оригинальный, что это шедевр парфюмерии. Нет. Но он создает у меня такой эмоциональный подъем, который трудно вызвать другими ароматами. Давайте на этом закончим. Обязательно рассказывайте мне о своих любимчиках в парфюмерии. Может быть, у вас их несколько, а может, всего лишь один, но вы ему не изменяете уже на протяжении нескольких лет. Мне будет очень интересно почитать, потому что многие советы в предыдущих видео я усвоила от вас. И мои парфюмерные знакомства, благодаря вашим советам, иногда оказывались очень удачными. Иногда они пробуждали во мне массу эмоций. Но мне кажется, именно поэтому парфюмерия и хороша. Она будет в вас и в окружающих эмоции. Огромное спасибо вам за внимание. Я желаю вам всем хорошего дня. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok